Гутен Морген, дороженьки, с вами Ян Ковалка. Как всегда, синий настроение и на столе у меня немецкое предварное пиво Хохброд. Пиво, о котором сгоря в аду под музыку Моцарта, с ностальгией вспоминают души Гитлера и Ленина. Одна из шести пивоварен, представленная на настоящем Октоберфейсте в Мухине. Настолько легендарная пивная, что имеет даже собственный гимн, многими известный как «Раз-два-петь». Погнали! Обозревая Хохброд нельзя не рассказать немного об истории. Википедию перечитывать не буду, вам расскажу в сокращенке. Баварский герцог в 1989 году основал пивоварню, где варили темное мюнхенское пиво. Кстати, низовое брожение уже, наверное, было тогда. Через пару лет сын герцога, любивший пшеничку, начал ее варить на батиной пивоварне, запретив это делать всем в округе. Любил сыночек в облок. Перенес пивоварню в другое место и нарастил объемы производства. В начале прошлого века здесь тусил Ленин с Крупской и еще многими красными в эмиграции. С 20-х годов в ресторане уже эту силу Гитлер, основав здесь, по сути, нацистскую партию. Кстати, есть даже акварель ресторана, написанная неудачным австрийским художником и датирована 1913 годом. Ну и в разное время здесь были такие легендарные личности, как Армстронг, Горбачев, Кеннеди, Буш-старший. Была здесь еще история с лимонадом. Видимо, легенды, это коктейли с лимонадом, он же Радлера, продаются до сих пор в заведении. И более того, некоторые даже разливаются в бутылки. В целом и тоже, если вдруг вы решите создать какую-то политическую партию, пожалуйста, не едьте в Мюнхен. И тем более не заходите в Хоббройхаус. Земля этого может не переместить. К обзору, к обзору. Пил ли я это пиво? Ну, конечно. Более того, даже на стримах оно у нас было пару раз, но в обзор почему-то не попадало. В основной линейке Хоббройхаус. Три постоянных сорта. Оригинал, он же Хель, Дункели, Вайт. Дункели я не нашел в Минске. Нету его. Лиска Плюс не импортирует почему-то его. Но это по факту самое легендарное их пиво. Ну, а так как у нас сейчас сентябрь, к нам привезли Октоберфест. Вот эта бутылочка. Который также продегустируем. Как выше сказал, уже в ресторане также подают коктейли из пива с лимонадом. С лимонным лимонадом. Итак, внешний вид. Стандартные немецкие темные бутылочки из коричневого стекла. Бронизированные пробки. Давайте из пшенички покажу пробку. Бронизированные пробки одинаковые. Изображенные этикетки. Сам пивной ресторан. Аббревиатура Хофброй. С короной торговый знак. Зарегистрированный в 1879 году. Также для лопушков немцы не забыли упомянуть про Рейханзи Бот. Люди ведутся, поэтому на этикетке это есть. Закон о чистоте пива. Погнали, стартуем. Оригинал, он же Хель. Пиво светлое, фильтрованное, пастеризованное. Хофброй оригинальное. Алкоголя 5,1. Экстрактивность начального СУСа 11,6. В составе выдающий минный солод. Пшеничный солод, дрожжи, хмель. Не совсем у нас Хель стандартный, скажем так. Не совсем классический. Сейчас посмотрим, может вам крутелочку. Сломалась. У меня открывашка. Так, что видим? Янтарный, довольно светлый цвет, хороший карбон. Среднезернистая, ближе к мелкой пенная шапка, мелкозернистая. В целом пиво красиво смотрится. В бутылке даже пузырьки. В целом все. Попробуем Хель. Но с небольшой постороночкой. Кстати, пиво старовато. Изготовлено... А нет, Хель нормальная. До 11,07,25. Значит, не староватый Хель. Но есть, есть. Чудеса тильчика. Типичная сладинка капелька. Такой ненавязчивый хмелек. И солод. Но у нас не самый крутой. Пробуем на вкус. На вкус лучше. Питка просто. Чуть горчинки на послевкусе от хмеля есть. Пустой. Питкий. Выпить довольно можно много. А что мы от Хеля ждем? Да ничего. Питкий пустой. Чуть нос бы подисправить. Такой. Как будто засвет есть в нем. Посмотрим, как он все дальше пойдет. Октоберфест. Октоберфест. Хофброй. Кстати, только отгремела Октоберфест в Германии. Был, кстати, обзор на мой любимый пол. Некогда любимый пол-лайнер. Октоберфест. Мартин. Но в этом году пол-лайнер вобрал все минусы прошлых лет. И там была посторонка везде. Здесь у нас 18,07,24 изготовленное. Также менее трех месяцев назад. Довольно свежее пиво. Пиво светлое, полистеризованное, фильтрованное. Хофброй Октоберфест. В составе вода, ячменный солод, пшеничный солод, дрожжи и хмель. Кстати, никогда не обращал внимания, что здесь, помимо ячменного солода, везде пшеничный. Это, видимо, дань старинные уважения к сыну основателя этой пиуарни. Отсылочка такая. Экстрактивность начального сусла 396, алкоголя 6,3. Как всегда, с Мартинами нужно аккуратно. Алкоголь – это девушка-укладыватель хороший. Если хороший Мартин, он не слышен алкогольным, а алкоголь там, как правило, шестерочка. Ух ты! Ну, Мартин по насыщеннее. Мартин покрасивее. Давайте сюда Мартин вставим. Пусть крутится. Мартин очень хорош по внешнему виду. Среднезернистая белая пенная шапка. Довольно высокий карбон. Даже, да, очень красивый карбон, кстати. Большие пузыри поднимаются. Проблем, кстати, как у пол-лайнера с пенкой я не вижу. Нос, если пробьемся через пенку. Не, не пробьемся. Пока чуть-чуть на одолении хмелет и нос пока интереснее, чем... Давайте выпью. Пенку отопью. Блин, хорошо. Хороший Мартин. Спирта нет в носу по вкусу. Солодовый. Приятный. Приятный. Блин, хороший Мартин. Очень хороший. Немножко я хотел бы здесь больше горчинки, но редко делают именно охмеленный Мартин. Он все-таки пустой. Его должны выпивать много. Пузыри, кстати. Кто видит? Если камера уловила пузырики. Кто любит пузырики, как в советском пиве? Да, насыщенный, солодовый, приятный. Небольшая горчинка на послевкусии. Нос без посторонки чистый. Чуть-чуть может быть. В основном травка. Немецкий континентальный хмель. Ну, у нас без изысков, скажем так. Но и без дефектов сильно. По вкусу это насыщенно, солодово, плотно, вкусно. Это хорошо, это очень хорошо. Раньше был, по-моему, таким полик. Спирта вообще нет. Спирта вообще нет. Класс. Это баллов 8 будет. Кстати, Хофбройл делает пол-лайнер. По октябр-фесту. Ну и пшеничка. Как же немцы без пшенички? Хофбройл... Мюнхен-вайс. Почему Мюнхен именно? Почему акцент на Мюнхен? Непонятно. Пиво светлое, пшеничное. Не фильтрованное, не осветленное, пастеризованное. Хофбройл, Мюнхен-вайс. Кстати, а здесь ячменный солод. Везде одинаковый состав. Состав. Вода ячменный солод, пшеничный солод, дрожжи, хмель. Возможно, я перепроверю. Возможно, здесь ошибка у импортера. Возможно, ошибка. Этот вайсен старый, кстати. 05-го, 02-го, 24-го. 8 месяцев ему. Взболтаем. Наливаем вайсен. Хорошая плотная пена. Вайсен отправляем крутиться. Туманненькое такое, затуманенное. Прилятный оранжевый цвет. Хорошая, стойкая будет пенная шапка. Карбон довольно высокий. С подсвета все пиво покажу. Ну, хель пустой, а мартин такой плотненький, красивенький. Прям золотой-золотой. Хель, обычный. Мартин, красивый. И по внешнему виду пшеничка тоже хороша. Снос. Банада-бомба. Появилось сразу же банан на первом месте. Гвоздичка где-то далеко, но банан прям прет. Но если он будет такой же вкусный, как в аромате, это класс. Сладкая, сладкий банан. Ждем солод чуть-чуть. Хмели не слышно. А по вкусу не хуже. По вкусу хуже совсем пустой. Я бы сказал безликий. Нету нажористости, нету плотности. Не хватает мне. Просто какой-то водянистый. Возможно, старение повлияло. Но кислоты нету, но и сладости нету. Какой-то вообще нейтральный-нейтральный. Вообще не могу вам в вкусе что-то сказать. Как будто реально воду пью. Или мне просто Мартин прибил рецепторы. Дайте еще. Ну, есть еще сладко. Нормально. Баллов 6 он получит своих. Ну, что еще можно сказать? Да ничего, хорошее пиво. Я как-то... Мне казалось, что оно похуже. Ну да, нет. Вот здесь... Здесь по сторонкам носу это будет 4 балла. Вот сейчас оно выперло. Да. Возможно, в банке покупаете. Возможно, засвет, хранение, перевозка. Октоберфест хорош. Чуть-чуть есть в носу каприка. Чего-то не того. В целом насыщенно, солодово. То, что ожидаешь от Мартина. Спирта не слышно? Не слышно. Довольно полнотелло. Приятно, мягко. Маленькая-маленькая горчинка на послевкусие. Все как надо. Класс. Вот. Хотите споить девушку? 2 05 пива. И она ваша. Ваша. И пшеничка. Пшеничка безликая. Хороший нос, но безликая. По вкусу. Какая-то она водянистая. Прямо как будто вкус воды. 4, 8, 6. Вот такие баллы. Покупать можно легко в брови? Да, можно покупать. Хель, я не знаю. Дункели я потом куплю где-нибудь и отсниму отдельно шорти. Потому что сейчас в Минске Дункели их нет. Хотя он самый легендарный. И если вы не пили, попробуйте. Это отличный Дункель в немецком стиле. Наверное, даже один из первых Дункелей. Основатели мод, скажем так. Холлброй покупать можно, повторюсь. Хель, не знаю. Наверное, оно не стоит того. Ему будет 3-4 балла. Октобрафест, по крайней мере, в этом 2024 году очень хороший. В следующем году я обязательно его куплю. Пшеничку нет. Пшеничку я возьму что-нибудь повкуснее. Майзелы, Айнгеры, наконьяк, пол-лайнер. Это как-то попроще, мне кажется. Хотя нос хороший. Возможно, стоит перепробовать. Я не помню его. Возможно, он старый просто. Поэтому и проблемы в нем по вкусу. Хотя в носу были бы проблемы. А в носу здесь очень хорошо. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. С вами был Ян Каал. До новых обзоров. Не болейте. Бэбэ. Субтитры сделал DimaTorzok